Уникальные емкости для вещей. Ларин уже создали для всех нас уникальные автоматически сортирующие емкости. Это во многом упрощает игру и ускоряет процесс поиска. Здесь вам и брелок с ключами, и алхимическая сумка, и рюкзак для еды. И это без зазрения совести можно назвать их гениальным решением. Это аналог на сумки в DOS 2, но только работающие. Однако, это все еще недостаточно, чтобы организовать свой инвентарь и не тратить на поиски нужных элементов много времени. А главное, получать удобный доступ к предметам прямо с игровой панели, не разворачивая ее. Как только я нашел уникальную книжку, мне на стриме сразу полились сообщения о том, где же я ее раздобыл. И в общем-то, помимо статьи, я решил еще на всякий случай записать видос, чтобы показать все уникальные емкости, которые мне понравились, и которые могут послужить для сборки и сортировки разных предметов в своем инвентаре, либо даже на складе. И это достаточно удобно. Начнем, наверное, с самого главного экземпляра, который интересует большинство игроков. Это уникальная книга для свитков. Не спрашивайте, почему я решил, что она именно для свитков. Просто захотелось их туда положить. Будто выдираешь листочек из дневника или магической книги, а после применяешь. Забавно же выглядит. А уникальная она потому, что других подобных ей больше не встречалось. Найти книгу крайне легко, но в то же время также легко и пропустить. Ведь она спрятана, но если знать, где лежит, то достанется без боя. Путь держать необходимо в деревне вымерших, а после выйти за ее пределы на севере. Вдоль каменной стены найдете таинственную нору. Там она и будет спрятана. Эту книжку можно очень удобно закрепить у себя на панели быстрого доступа, перекладывать туда свитки воскрешения и другие заклинания. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, она вам очень понравится. Сумка в виде медведя. Следующий уникальный медведь это медведь-рукзак. Визитная карточка Лариан. Найти мишку можно тоже в первом акте, но туда не следует идти слишком рано, ибо можно бабушку Ители заставить покинуть рощу, а если вам нужен торговец зелиями, тогда спешить не стоит. Выдвигаемся все так же от вымершей деревни, но на этот раз на юг этой локации. Спустившись к болоту, надо повернуть налево и пройти к водопаду. Медведь не подсвечивается через альт, так что искать придется глазками. Что в него класть, решайте сами. Секретку мне поведал подписчик на стриме под ником Андрей Пугач. Спасибо ему за это, друзья. Но будьте осторожны, в болоте полно ловушек, готовые продырявить ваши божемаки вместе с вашими ногами. Далее у нас пойдет не менее уникальная сумочка, а точнее портмоне. И это портмоне Гейла. Как уже понятно из названия, получить кошелек можно от самого волшебника, но просто так он вам его не отдаст. Придется сперва подстроить несчастный случай несчастному магу. Прыжок веры, впрочем, подойдет. А после выслушать и выполнить очень нудный протокол. Советую сделать скриншот всего диалога, чтобы не запутаться. Сперва я подумал, что он просто рофлит надо мной, и когда я открою сумку, там будет лежать готовый свиток воскрешения. Но он не рофлил. Как только маг откинется, перед вами появится его астральная проекция, которая попросит воскресить его тело и даст инструкцию, как именно это сделать. Для того, чтобы его проекция появилась, необходимо попасть под его некротическое воздействие. Выполнять инструкцию полностью не обязательно. Главное, первый пункт пройти правильно. Если вы ошибетесь, то потеряете сумку навсегда. В этом моменте надо сразу упомянуть небольшой спойлер, что если вы попытаетесь сделать подобное уже после того, как он встретил своего давнего знакомого Эль Минстера, то, скорее всего, получить сумку не выйдет. Волшебник стабилизирует сферу, и некротическая аура больше не появится, а это ключевое условие для получения кошелечка. Такая возможность имеется только в начале игры до перехода во второй акт. Последовательность инструкции можете посмотреть на экране. На самом деле, ее можно скипнуть сразу после того, как открыли кошелек. Он останется при вас, и Гейл возражать не будет. А воскресить можно у Ленина, это тот самый иссохший в вашем лагере, либо лично свитком воскрешения. Как лучше мага завалить, решайте сами. Но я бы на вашем месте использовал прыжок веры. Он не портит отношения с главным героем, а после воскрешения можно получить даже одобрение мага. Еще один уникальный предмет – это гоблинский сундук. Разумеется, спрятан он в лагере гоблинов. Носить вы его с собой не захотите из-за его веса. Зато в нем можно хранить артефакты или другие принадлежности, оставляя в лагере в своем личном сейфе. Примитивный сундук гоблина из первого акта. Раздобыть его несложно. Он спрятан в лагере гоблинов за водопадом. Туда можно слезть по лестнице, либо спрыгнуть с зелем плавного падения. Прикольный сундучок для личных вещей. Если любите хранить все найденное, то поможет в сортировке, ведь он имеет индивидуальную иконку в инвентаре. А за счет нее его будет легче распознавать. И вы не забудете, что именно вы туда положили. В самом сундуке при вскрытии была обнаружена записка гоблинов, где он описывал свою любовь к ментаре. Если честно, звучало даже почти романтично. Самый обычный сундук. В глубинах подземья имеется еще одна уникальная и весьма загадочная емкость. Самый обычный и ничем не примечательный сундук с весьма необычными и загадочными свойствами. Когда персонаж к нему впервые подходит, то проходит проверку на магию, которая зависит от интеллекта. Открыв ящик, вы обнаруживаете в нем самую обычную посуду, по сути мусор, не стоящий вашего внимания. Однако, стоит этот мусор забрать в инвентарь или выложить на пол, как образ посуды сразу же развеется. И перед вами будут весьма полезные и стоящие денег свитки. Слиток, золото, дешманские сапоги, зелья. В общем, уже не совсем мусор. Если вернуть найденное на место или поместить что-нибудь из личных вещей в этот сундук, то все положенное снова станет посудой. Притом, другие емкости или книги можно будет использовать даже в такой форме. Для чего и кто задумал эту штуку из разработчиков, непонятно. Возможно, это просто рофельный ящик для тренировки вашей наблюдательности и погружения в атмосферу подземной башни мага. Забрать его себе будет непросто, ведь он весит целых 100 килограмм. И для транспортировки такой тяжести придется выпить зелье на силу. Одна из, возможно, главных его особенностей, что он не имеет прочности и потому его нельзя сломать. Наблюдатель будет рад своим нерушимым баррикадам. Добраться до этой локации несложно, но путь все же не близкий, а главное опасный. Самый быстрый способ попасть к башне мага можно все от той же самой вымершей деревни, заглянув в колодец. Рядом с главным пауком имеется расщелина, куда обычно этого паука и скидывают. Так вот, придется прыгнуть туда самому с эффектом плавного падения. После двигаться в нижнюю часть карты на юго-запад. По карте разрушенная башня расположена левее от силуницкого аванпоста. Спустившись по грибам к основанию строения, сорвете цветок сусора, который служит ключом для запуска лифта и отключения защитных механизмов. Цветок может засохнуть, потому не тяните с его применением, либо не срывайте, пока он и правда не потребуется. После поднимаетесь на верхние этажи, и на одном из балкон найдете загадочный сундук. Каким-то образом пробозить его не получилось. Стоимость вложенного в него мусора изредка возрастает. Но это тоже лишь обман. На деле при продаже торговцу ящика с его содержимым ничего не дало. Что в нем хранить, учитывая, что он меняет внешний вид и усложняет поиск тем самым нужных вещей, пока не понимаю. Из-за большого веса бросить не выходит, даже при силе 21 единицу. Придавить противника, как в Демите Орджинал Син-2, им тоже нельзя. Если вы уже нашли с ним интересные механики, дайте знать. Хочу понять, как его можно приспособить. Возможно, таких уникальных вещей гораздо больше, но мне известно только об этих. Остальные мешочки и рюкзачки не стоят вашего внимания. Если вдруг вы знаете еще любопытные предметы, которые не попали в этот список, то буду признателен за оставленный комментарием под этим видео. Желательно, друзья, вместе с координатами. Ну а на этом все. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал. Поддержите, пожалуйста, меня не только лайком, но и подпиской, так как это стало важно для алгоритмов Ютуба. Ну а на этом я с вами прощаюсь, но не навсегда. А до нового видео. Покеда.